Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Александр. Я хочу с вами поговорить о том, как максимально снизить вероятность появления у нас синусита или отита среднего уха. Синусит это воспаление одной или нескольких предаточных пазух носа. Предаточные пазухи это воздухоносное образование в черепе. По месту локализации различают 4 вида синусита. Это гайморит, воспаление верхней челюстных пазух. Они находятся вот здесь под глазами. Фронтит, воспаление лобных пазух. Этмоэдит, воспаление решетчатого лабиринта. Он находится у нас сверху полости носа между глаз. И сфеноэдит, воспаление кленовидных пазух. Они находятся за решетчатым лабиринтом. Причинами возникновения синусита могут быть острый насморк, грипп, другие инфекционные заболевания. Кэрис верхних зубов, неудачное их лечение или удаление. А также травмы лицевых костей. В этом видео я хочу поговорить о том, как важно правильно сморкаться и не допустить осложнений. В последующих видео я расскажу о том, как легко и быстро избавиться от синусита или отита среднего уха. Начнем с простого. Как мы обычно сморкаемся. Берем платок, подносим к носу, зажимаем обе ноздри и начинаем дуть. Помимо ожидаемого результата, чего мы можем достичь. Когда мы создаем большое давление, перекрываем сильно носовые проходы и преобразование больших сгустков соплей у нас в полости носа. Мы можем загнать эти самые сопли в наши пазухи и полость среднего уха. Так как жидкость идет туда, куда ей легче пройти. Если она здесь у нас не выходит легко, то она пойдет в наши пазухи. Чтобы этого избежать, я рекомендую при сморкании зажимать одну ноздрю и короткими легкими выдохами освобождаться от соплей. Если данным способом сопли не выходят, следует вобрать их в себя и выплюнуть. И затем выплюем. Если так тоже у нас не освобождается сопли, я в последний раз использовал мазь левомиколь. Намазываем ее на мизинец, смазываем носовые проходы и также вдыхаем ее в себя. До тех пор, пока не ощутим ее вкус. И затем выплюем. Эта мазь, она разряжает сопли, способствует оттоку новых соплей и обладает бактерицидным свойством. И таким образом сопли довольно-таки легко выходят. Рекомендую также соблюсти некоторые меры во время насморка. Это нельзя сморкаться и чихать лежа. Как бы плохо нам не было или лениво это делать, необходимо встать, подождать несколько секунд и только затем выполнять процедуру. В случае с чиханием, так как процесс этот плохо управляемый, если мы лежим на боку или на спине, следует перекатиться быстро на живот и только затем чихнуть. Данными мерами мы снижаем вероятность того, что мы загоним сопли в наши пазухи или полосреднего уха. Также во время насморка я крайне не рекомендую мыться ни холодной, ни горячей, ни теплой водой. Это способствует разряжению слизистой и попаданию ее в наши пазухи. Также это может привести к воспалению лимфатических узлов и активации вируса. Если у вас уже возник синусит или отит среднего уха, заложены уши, болят пазухи, голова, идут зеленые сопли с неприятным запахом, то есть гной, я рекомендую перейти к следующей процедуре – продувки. Эта элементарная процедура основывается на законах физики и выполняется в любом месте, без специальных средств, проколов или клиник. О ней в следующих видео. Ссылки у вас на экране и в описании. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok